Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Бесплатный Репетитор. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Как раз для вашего удовольствия я загружаю все видео сюда. Очень удобно смотреть, повторять и также включать как фон. Мы с вами двигаемся далее. Действительно, друзья мои, вы проделаете просто колоссальную работу. Друзья мои, огромные трудолюбцы. Действительно, мы с вами занимаемся гораздо больше, чем просто английским языком. Мы с вами тренируем память и, самое важное, навык самообразования. И, что еще важнее, у нас с вами появляется уверенность в своих силах. Потому что, действительно, почему-то так вот мы привыкли, что что-то мы не можем, потому что, соответственно, что-то в нас не так, друзья мои, нет. Я считаю, дело в методике. Если хорошая методика, то все получится. И, действительно, я хочу, чтобы мы все поверили в свои силы, что мы это можем. Друзья мои, отлично! Действительно, как говорят, знание – сила. Знание – сила. И вот мой капитал – это тоже знание. И что вы сейчас делаете? Смотря данный плейлист, изучая данный плейлист, вы приобретаете тоже свой капитал. Есть даже такое понятие «интеллектуальный капитал». Свой капитал – это гораздо больше, чем деньги. Вот, допустим, дать кому-то, не знаю, миллион рублей, или вот, допустим, получили миллион рублей, и что делать с этими деньгами? То есть, а знание, реально хорошее знание, вам откроет новые перспективы, и вы сможете реализовать ваши цели, чего я, конечно, вам и желаю. Итак, друзья мои, также, конечно, не будем тратить время впустую. Значит, давайте двигаться далее. Но хочется здесь разобрать некоторые важные моменты. Вот, вы помните, мы все время начинаем. Друзья, привет! Hi! Что такое hi? Hi – это привет. Правильно, hi. Hi – это привет. Также еще говорят по-другому «привет». Еще такое слово, как «hello», «hello». Но в чем здесь есть некоторая разница? Значит, «hello» – это более формально. То есть, например, ученик заходит в класс и часто говорят «hello», «hello». Это более формально. Но обычно мы используем именно «hi», очень часто встречается, поэтому по умолчанию используем слово «hi». Если также мы хотим попрощаться, можно сказать более формальное. Например, «до свидания». Так, «goodbye», «goodbye», «goodbye». Или просто мы говорим «пока». Обычно просто говорим «bye», «bye», «bye». Или просто «пока-пока», «bye-bye». Число «bye-bye». Тоже имейте в виду. Значит, смотрите. То есть, просто «приветствия» – это обычно «hi». Значит, если, значит, более какое-то неформальное, повседневное – это «bye», а еще более неформальное – это «bye-bye», «пока-пока», «bye-bye». То есть, имейте в виду. Далее, мы очень часто с вами говорим также фразу. Значит, мы продолжаем этот плейлист. Мы продолжаем. Значит, мы с вами знаем, как будет слово «мы». Это слово «we». Продолжаем – будет слово «continue». Получается, мы продолжаем. Будет «we» «continue». Этот плейлист, этот будет «this», и плейлист так и будет. Будет плейлист. Получается, «we continue this playlist». Я вообще сторонник того, чтобы мы как можно больше английского языка используя в нашей повседневной речи. Видите, то есть, не просто все время это «друзья, привет», «hi». Мы продолжаем. Но мы уже можем это сказать на английском языке. Например, «привет». Мы, скажем, используем неформальное слово «hi». Значит, обычно говорят обращения «мои друзья». «Hi, my friends». «Hi, my friends». Это устойчивое просто обращение, поэтому по умолчанию мы используем. «Hi, my friends». То есть, «друзья мои, привет» или просто «друзья, привет». «Hi, my friends». Мы продолжаем этот плейлист. «We continue this playlist». Мы продолжаем данный плейлист. Потому что на русском языке действительно это приедается. Мы уже поняли, что нужно учить по плейлисту. Но желают на все время трогать еще английский язык. Поэтому «hi, my friends». «We continue this playlist». Далее. Также можно, в принципе, использовать более сложную лексику, как мы, в принципе, и задумали. Например, можно сказать «мы продолжаем этот очень важный плейлист». Значит, мы продолжаем. Это будет «we continue этот», «this», «очень». «Очень» это будет «very», «важный», «important», «important». и плейлист так и будет. Плейлист. Получается. «We continue this very important playlist». Соответственно, мы с вами скажем. Значит, мы можем сказать, например, «hi, my friends». «We continue this very important playlist». Также, например, в конце видео, или вообще я хочу вам пожелать удачи. Как будет удача на английском языке? Это слово. Давайте пройдем. «Luck». «Luck» — это «удача». Но когда желают удачи, говорят «good luck», «good luck». То есть, дословно, «хороший», «удача». Значит, «good» — это «хороший», «luck» — это «удача», «good luck». Потому что в английском языке есть еще выражение «bad luck». Значит, «bad luck» — это, дословно, «плохая удача», когда что-то произошло не так. И поэтому, соответственно, используется именно «good luck», чтобы подчеркнуть, что действительно, чтобы было все здорово, чтобы удача действительно была вот в положительную сторону. «Good luck», «good luck». То же самое можно сказать. Смотрите, например, «удача», друзья. Скажем «good luck». Обычно вот оборот — это «my friends» — такое обращение. «Good luck, my friends». «Good luck, my friends». Или можно оборот сказать «друзья мои, удачи». Можно по-другому сказать «my friends», «my friends», «good luck». «My friends», «good luck». Обычно «good luck», «good luck, my friends». «Good luck, my friends». Итак, смотрите. «Hi», «hello», «good bye», «bye». «Bye-bye», «we continue this playlist». «Hi, my friends». «We continue this playlist». «We continue this very important playlist». «Good luck», «good luck», «bad luck», «good luck», «my friends». «My friends», «good luck». И это слово еще вам не раз пригодится, очень часто встречается «important», важный. «Important». «Important». Я вижу комментарии к разным видео, к первым видео, к последующим. Действительно, спасибо огромное за вашу поддержку. Но полезно также это делать на английском языке. То есть, в принципе, вы это уже начали делать. То есть, вы стали использовать лексику. Например, вы говорите «I understand this lesson». «Я понимаю этот урок». То есть, вы все время стараетесь применить ваши знания, написать комментарии на английском языке. Часто говорят «спасибо», но, мне кажется, разумно это делать также на английском языке. Как сказать «спасибо» на английском языке? Какие есть варианты? Итак, значит, «спасибо» очень часто просто говорят «thanks». Также еще есть дословно «спасибо тебе». Это будет «thank you». Значит, в английском «ты» или «вы» – это одно и то же «you». Поэтому «спасибо тебе» – это «thank you». «Спасибо вам» также будет «thank you». «Спасибо». «Thanks» или «thank you» – «спасибо». Далее. Если мы хотим усилить это, мы хотим сказать «спасибо большое». То как мы с вами скажем? Значит, начало то же самое. Именно используем «thank you». «Thank you». Значит, пока используем эту конструкцию «thank you». И далее мы добавляем «very much». «Thank you very much». «Thank you very much». «Спасибо большое». «Thank you very much». То есть, видите, «very» – это «очень, much, много». Дословно «спасибо тебе», «thank you» – «очень много». То есть, «очень много», «очень сильно». «Thank you very much». Далее. «Также еще». Значит, можно как раз сказать по-другому. Если «thanks» – это тоже можно сказать. И, видите, когда вот говорят «thank you», «thanks», то есть, вдруг «э» – «э» и получается как бы улыбка такая. «Thanks». «Thank you». «Thank you very much». «Thank you very much». Скажем по-другому. Также еще «спасибо большое» – это «thanks a lot». «Thanks a lot». «Thanks a lot». «Спасибо большое». «Thanks a lot». Здесь, видите, для усиления. То есть, видите, запомните, после «thanks» – это «a lot». «Thanks a lot». Значит, «a lot» – это означает «также много». То есть, «much» – это «много». Или также «a lot» – это «много». Это просто в связке переводится, что это «много». «Thanks a lot». «Thank you very much». Далее мне хочется сказать «спасибо вам большое, друзья». Вот как это сказать? Значит, опять же, можно использовать смотрители просто «thank you» – это просто «спасибо». Давайте, например, скажем «thank you very much». Значит, смотрите, здесь важный момент. «Thank you very much». «Спасибо вам большое, друзья». Вот вообще, друзья – это будет «friends». Но на английском принято обращение не просто «friends», а «my friends». Когда мы обращаемся, значит, я, например, хочу сказать «друзья, спасибо вам большое». Я скажу «thank you very much, my friends». Или, например, «my friends». «My friends thank you very much». «My friends thank you very much». То есть, именно так. «Thank you very much, my friends». Видно здесь, что нужно также еще грамматически это правильно сказать. «Thank you very much, my friends». Далее, также вот комментарий недавно пришел, что реже слуг «друзья мои». Вот действительно, откуда, наверное, пришло это «друзья мои». То есть, наверное, я уже на подсознании говорю не просто «friends», а «my friends». Как это правильно именно в английском языке, наверное, отсюда это как раз и идет. «Thank you very much, my friends». Или «my friends thank you very much». Далее, здесь еще такой важный момент есть. Например, если вы хотите поблагодарить учителя, то здесь просто мы говорим «учитель». Это будет просто «teacher». Например, «Спасибо, учитель». «Thanks, teacher». «Thanks, teacher». «Thanks, teacher». Или то же самое можно сказать «thank you, teacher». Или «thank you very much, teacher». Или «thanks a lot, teacher». Или «thank you very much, teacher». Или можно сказать, например, «мой учитель». Или «спасибо, мой учитель». Например, «спасибо тебе, мой учитель». Например, «thank you». «Thank you, my teacher». «Thank you, my teacher». То есть, обратите внимание, видите, здесь вот такой момент. Просто вам поясняют и нигде, в принципе, не написано, не объясняется. Значит, мы с вами разобрали, кстати, как поприветствовать, попрощаться. Значит, важную лексику изучили. И далее, как раз, когда мы благодарим, тоже и обращение. Смотрите, тоже обращение. То есть, друзья, в общем, обращение смотрим «my friends». По умолчанию «my friends». Если учителы, просто-просто «teacher». Это очень важно, потому что здесь тоже делают многие ошибки. Я вам это поясняю. Итак, давайте с вами повторим. Итак, «thanks», «thank you», «thank you very much», «thanks a lot», «thank you very much my friends», «my friends», «thank you very much». «thanks, teacher», «thank you, my teacher». Видите, здесь можно или просто «teacher», или «my teacher», как вам нравится, и то же самое, можете любой из этих выбирать, если кому-то хотите это сказать. Далее, в шрамах нашего плейлиста, значит, мы двигаемся дальше, и давайте разберем следующее предложение. Итак, скажем, «я делаю это». Опять же, повторюсь, что мы с вами используем время, которое в английском языке называется «present simple» или «present simple tense». Многие также говорят, значит, давайте, соответственно, просто узнаем, какой будет список тем и так далее. Друзья мои, здесь очень много тонкостей. Что мы изучаем в «present simple» – это ни о чем не говорит. Здесь делают ошибки студенты с уровнем выше среднего. Поэтому, опять же, рекомендация пошагового изучения. Скажем, например, «я делаю это». Как мы с вами разбирали, по аналогии «I» я делаю «I do» – это «it». Получается «I do it». Далее скажем, «мы делаем это». Мы – «we» делаем это «do it». «We do it». Ты делаешь это. Ты – «you» делаешь это. Получается «you do it». И также «you» – это «вы». Если мы с вами хотели бы сказать «вы делаете это», мы с вами сказали бы также «you do it». Помолчание переводим как «ты». «Они делают это» – «they do it». Видите, все просто. Мы с вами разобрали основные местоимения «I», «we», «you», «they». После них используется просто глагол. Но, опять же, если вы знаете какие-то дополнительные слова, полезно также строить более сложные предложения. Например, «я делаю это каждый день». Итак, «я делаю это», «I do it» каждый день. «Every day». «I do it every day». «Мы делаем это каждый день». По аналогии «мы делаем это». «We do it» каждый день. «Every day». «We do it every day». «Ты делаешь это каждый день». «Ты делаешь это каждый день». «You do it every day». «До it every day». «Они делают это каждый день». «They do it every day». «They do it every day». Present simple tense. I do it. We do it. You do it. They do it. I do it every day. We do it every day. You do it every day. They do it every day. Очень часто просто путают и сразу не могут вспомнить, как будет мы, они. И поэтому здесь нам это нужно отработать. Далее. Скажем. Я знаю это. Я знаю. I know. Это it. I know it. Мы знаем это. We know it. Ты знаешь это. You know it. Они знают это. They know it. They know it. Видите? I. Я. We. Мы. You. Ты или вы. They. Они. Далее, опять же, вы можете использовать более сложные предложения и знать, например, какие-то слова или выражения. Например, я хочу сказать. Я знаю это очень хорошо. Я знаю. I know. Это. It. Очень хорошо. Very well. I know it. Very well. Я знаю это лучше. Я знаю это. I know it. Лучше. Это слово. Better. I know it better. Я знаю английский. Я знаю. I know английский. English. I know English. Мы знаем это лучше. Мы знаем. Они знают это лучше. Они знают. They know. Это. It. Лучше. Better. They know it better. I know it. We know it. You know it. They know it. I know it very well. I know it better. I know English. We know it better. We know English. They know it better. И давайте еще с вами разберем один пример. Они знают английский. They know English. They know English. И потом, например, когда уже подучите еще, вы скажете, например, я действительно знаю английский. Вы скажете, я действительно. Это будет I really знаю английский. I really know English. I really know English. Видите? They know English. I really know English. Далее. Разберем дополнительные примеры. Они работают здесь. Они работают. They work здесь. Вспоминаем, как будет здесь. Это here. They work here. Они работают там. Они работают. They work. Там. There. They work there. Значит, когда мы видим какое-то новое слово, мы думаем, что сразу его моментально запомнили. Друзья мои, но это иллюзия. Поэтому необходимо повторять. Как повторять? Вы можете выписывать себе слова, у которых у вас трудности, и также, значит, многократно проделать уроки и включать фоном. Фоном это очень полезно, потому что это возможно, когда действительно мало времени. И также готовьтесь к контрольной работе по этим урокам. Скоро будет запланировано. Далее. Мы учимся здесь. Здесь мы учимся. We. Учиться будет study. Study. Здесь. Here. We study here. Наверное, отсюда слово у нас с вами студент. Помните ли? Студентка. Student. Student. Слово study. Учиться. We study here. Мы учимся там. Мы учимся. We study. Мы учимся там. There. We study there. Ты делаешь это лучше. Ты. You. Делаешь это. Значит, делать это do. Это. It. Лучше. Вспоминаем. Better. Better. You do it better. Значит, вы просили новые слова. Мы пополняем. Далее. Ты делаешь это реально хорошо. По аналогии. Ты делаешь это. You. Do it. Реально хорошо. Реально так и будет. Really. Хорошо. Well. Получается, you do it really well. Можно, в принципе, было бы сказать, you do it very well. Это будет. Ты делаешь это очень хорошо. А реально хорошо или действительно? Ты really well. You do it really well. Отличная фраза. Например, я хочу сказать, что действительно, друзья, у вас хорошие успехи. И даже больше, чем хорошее, думаю. И хочу сказать, ты говоришь по-английски действительно хорошо. Ты говоришь по-английски. You speak English. Действительно хорошо. Действительно это really. Хорошо. Well. You speak English really well. Или просто. Ты говоришь по-английски очень хорошо. Ты говоришь по-английски. You speak English. Очень хорошо. Very well. You speak English very well. Конечно, можно также построить еще более сложные предложения. Например, я вижу, ты говоришь по-английски очень хорошо. Я вижу. Это будет. I see. И далее вот наше предложение. Ты говоришь по-английски. You speak English. Очень хорошо. Это будет. Это будет. Very well. I see. You speak English very well. Или, например, я вижу, ты говоришь по-английски действительно хорошо. Я вижу. I see. Ты говоришь по-английски. You speak English действительно хорошо. Действительно это really. Хорошо. Well. I see. You speak English really well. Отлично. Просто отлично. Значит, давайте еще раз берем несколько здесь примеров. Например, мы смотрим этот канал каждый день. Мы смотрим. We watch. Этот канал. This channel. Значит, видите, здесь нужно постоянно повторять. Потому что си это просто видеть, а watch именно смотреть. Мы с вами говорили, разбирали этого урока. Потому что повторяйте, чтобы ничего не забылось. We watch this channel. Каждый день. Every day. We watch this channel every day. Очень полезная фраза. Every day. We watch this channel every day. И полезные предложения также по смыслу. Итак. They work here. They work there. We study here. We study there. You do it better. You do it really well. You speak English really well. You speak English very well. I see. You speak English very well. I see. You speak English really well. We watch this channel every day. Значит, друзья мои, огромные трудолюбцы. Конечно, в первую очередь это относится к вам. Действительно, вы уже говорите. И не просто заученными фразами, а действительно осмысленно. Это самое главное. Вы ни от кого не зависите. Вы знаете слова и умеете сами строить предложения правильно. Чему сами и учимся. Далее. Вот мы с вами говорили, что очень часто путают, соответственно, я, мы. Значит, еще раз. Я это будет I. Мы, мы, we, ты, you, они, they. I, we, you, they. Значит, давайте потонируемся. Скажем. Я учусь. Или я учусь. Или я занимаюсь. Значит, учиться, заниматься это глагол. Верно. Study. Получается, I study. То есть, я учусь. I study. Или я занимаюсь. Или мы учимся. We study. Ты учишься. You study. Они учатся. They study. They study. И, соответственно, по аналогии можно сказать, например, я работаю. Это будет I work. Мы работаем. We work. Ты работаешь. You work. Они работают. They work. They work. Казалось бы, простое упражнение, но очень полезное, когда вы так говорите с разными местомениями один и тот же глагол. Но, конечно, необходимо расширять лексику и использовать более сложные выражения. Итак, скажем. Я хожу на работу. Значит, я будет I. И здесь нужно опять запоминать устойчивое выражение. Если вы просто начнете, значит, переводить сами, там, хожу, на работу, скорее всего, это будет неправильно. Поэтому самый правильный вариант – именно знать правильные устойчивые выражения и их использовать. Значит, ходить на работу – это устойчивая фраза. Go to work. Именно так. Вообще, на – это слово. Значит, на – это будет он. Значит, на. Но здесь именно. С go используется to. То еще по-другому называется предлог направления. Go to work. Поэтому здесь опять дословно переводить не нужно. Нужно знать это выражение. Go to work. I go to work. Далее. Скажем по аналогии. Я хожу в школу. Значит, я, I, хожу в школу. Значит, go – это идти или ехать. Переводится. В данном контексте это выражение именно ходить в. I go to school. I go to school. Именно так. I go to school. Видите, нужно запоминать, что именно эти слова, эти выражения используются. I go to school. Далее. Есть, например, слово еще job. Работа. Job. Но используется в другом контексте. Поэтому здесь также не нужно это использовать. Именно как здесь. I go to work. Это нужно запомнить. I go to work. I go to school. Далее. Значит, про другие слова мы чуть далее также поговорим. Скажем, я хожу в университет. Я хожу. Будет I go to university. Университет. University. Здесь, видите, то же самое. Если дословно, то на самом деле на это будет он. Если в, мы с вами разбирали, это будет in. Но мы используем именно to. Предлог направления. Что с go используется to. Обычно. И поэтому мы запоминаем с вами эти выражения. Поэтому дословно не переводите. Многие пытаются дословно что-то переводить и делать кучу ошибок. У нас с вами другая стратегия. Говорить именно правильно, как носитель языка. I go to university. Скажем, например, Мы ходим в школу. Мы ходим в школу. Будет тогда We go to school. We go to school. Мы ходим в университет. We go to university. We go to university. Мы ходим на работу. Давайте здесь скажем. Мы ходим на работу. По аналогии. We go to work. We go to work. Они ходят на работу. Они ходят. They go to work. They go to work. Они ходят в школу. They go to school. They go to school. Они ходят в университет. They go в университет. To university. They go to university. Ну, здесь надо многократно повторять. Много раз делать упражнения, чтобы действительно это запомнить. Итак, Итак, I, we, you, they. I study. I work. We study. We work. You study. You work. They study. They work. I go to work. I go to work. I go to school. I go to university. We go to work. We go to school. We go to university. They go to work. They go to school. They go to university. И мы с вами также помним материал из предыдущего урока. Например, хотим сказать. Я учусь в университете. Я учусь. Это будет I study в университете. At university. I study at university. Я учусь в школе. I study в школе. At school. I study at school. По аналогии. Значит, мы скажем, мы учимся в университете. Это будет we study в университете. At university. We study at university. Мы учимся в школе. We study в школе. At school. We study at school. Они учатся в университете. Они. They. Учатся в университете. Study at university. They study at university. Они учатся в школе. Они учатся. They study в школе. At school. They study at school. Значит, study – это заниматься, учиться и обычно в каком-то заведении. Далее очень важный момент, почему-то очень много здесь говорят не совсем правильно. Например, мы хотим сказать «Я изучаю английский». Значит, можно сказать, если в каком-то заведении можно использовать, например, «I study English». «I study English». То есть, я изучаю английский, я занимаюсь английским. Обычно это используется, когда в каком-то заведении. Например, на курсах или еще где-то. Например, в школе, в институте. Но обычно, если мы с вами вообще посмотрим статистику, то говорят «Я занимаюсь английским» используя другой глагол. Не «study», а «learn». То есть, если, например, вы откроете, знаю, там какие-то зарубежные каналы, советы, статьи, все время там будет слово «learn» фигурировать. И выражение «learn English». Это намного-намного более популярно и распространено. Поэтому по умолчанию используем именно изучать, заниматься английским, именно как принято говорить действительно в англоязычных странах. «Learn English». «Learn English». Получается, например, «я занимаюсь английским». Значит, по умолчанию будем использовать «I learn English». «I learn English». «Learn» – это просто шире слово, чем «study». «Study» обычно в каком-то заведении. «I learn» может означать также и самостоятельно, и онлайн, и как угодно. «Learn» – это более широкое понятие. И, как раз, устойчивее вражение «I learn English». Скажем, например, «я изучаю английский здесь». «Я изучаю». По умолчанию мы с вами договорились, используем слово «learn». Получается, «I learn English здесь, here». «I learn English here». «Я изучаю английский там». «Я изучаю». «I learn English там, there». «I learn English there». «Я изучаю английский онлайн». «Я изучаю». «I learn English online». «Так и будет онлайн». Например, хотите сказать «Мы изучаем английский онлайн». «Пожалуйста». Будет «we learn English online». «We learn English online». Очень тоже полезные и готовые фразы для реального разговорного английского. Итак, «I study at university». «I study at school». «We study at university». «We study at school». «They study at university». «They study at school». «I learn English». «I learn English here». «I learn English there». «I learn English online». «We learn English online». «Друзья мои, отлично, замечательно». И действительно, мы с вами двигаемся далее по нашему плейлисту. Прорабатывайте, включайте как фон. И хочется, конечно, вас благодарить. На английском языке мы с вами прошли, в принципе, лексику. Хочется сказать «thanks». Я также могу сказать «thank you» или «thanks a lot». «Thank you very much, my friends». Также хочется пожелать вам удачи. «Good luck». «Good luck, my friends». Удачи, друзья мои. «Good luck, my friends». И сказать «bye-bye». «Пока-пока». «Good luck, my friends». «What a пять. Haven't changed» «ifica being campus». mirイ闘 igual». «임�رضmal и ально рождricht. Я покажу вамC' Arbeit и гуке». «Дай с этим душ», «дуа». disturbed, meats, в нахуй, « просто debate». «Аlex это непрочень». «Св ez. Продолжение следует...